Одесский литературный музей начал воплощать в жизнь проект «Одесский двор». Это неотъемлемая часть культуры нашего города, где смешение многих национальностей сформировало характер образа одессита. Одесский двор – это новая экспозиция под открытым небом, которая будет воссоздана на заброшенном хозяйственном дворе музея. На сегодня понятие «одесский двор» уходит в прошлое. Если раньше туда мог попасть каждый желающий и насладиться колоритом Южной Пальмиры, то сейчас в дворик просто так и не попадешь. Необходимо это воплотить уже в вещи, которые можно потрогать руками. Потому что «одесский двор» – это уходящая натура сегодня. Потому что часто, идя по улицам, мы хотим зайти во двор, мы не можем уже этого сделать. Двор закрыт. И если раньше можно было позвонить дворнику и вам откроют, то сейчас звони, не звони, если ты не знаешь кода, ты туда не попадешь. Уходят в прошлое и те настоящие одесские дворы, в которых все жители были одной многонациональной семьей. Образ одесского двора неоднократно был запечатлен в литературе. Феномен Одессы и так называемый миф об Одессе. Но этот миф мы только так назвали. В самом деле, мы уже много раз об этом говорили, имеет абсолютно реальную основу. И вот «одесский двор» – это одна из основных частей такого одесского мифа. Чтобы не потерять этот реальный миф, в Одесском литературном музее было принято решение создать экспозицию под открытым небом. Уже начались первые работы на хозяйственной территории, куда в будущем удачно впишется музейный комплекс. Как ни странно, но первыми из власти поддержала проект «Неодесская мэрия», что было бы совершенно логично. «Инициатива создания Одесского дворика является сейчас как нельзя актуальной. Поэтому, я еще раз повторюсь, мы поддержим эту инициативу. Мы будем прикладывать максимум усилий, которые... У нас есть и структурные подразделения соответствующие, которые могут такую помощь оказать. И управление культурой, и туризмом. И лично Эдуард Леонидович будет патронировать этот объект до момента его открытия». Стоит заметить, что главным фактором в данном проекте являются меценаты, которые уже сегодня готовы помочь в создании экспозиции. Ну и, естественно, простые одесситы, которые уже приносят разные предметы быта прошлого века. Но этого мало. Дирекция музея обращается к горожанам, у которых есть так называемый «золотой хлам» на чердаках и в подвалах. Вещи, которые там найдутся, смогут украсить экспозицию под открытым небом. Открыть Одесский двор планируют в следующем году. Вадим Тютюкин, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». Продолжение следует... Продолжение следует...